После объединения двух фондов число очных посещений населением офисов нового социального фонда выросло на 50%. При том, что многие предпочитают электронный формат взаимодействия, а не личный. Шли в основном за разъяснениями, в том числе и по новым выплатам. Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям. В каждой клиентской службе за этими людьми закреплен отдельный специалист. Для удобства не только этих людей, но и других в офисах немного поменяют режим работы. Мы осуществляем прием граждан в режиме рабочей недели, но уже с марта этого года прием будет осуществляться еще и в последнюю субботу месяца. То есть вот уже 30 марта мы ждем наших граждан на прием, каждая клиентская служба будет открыта. После объединения двух фондов единое социальное число вакансий сотрудников увеличилось и составляет сейчас 9%. Говорят, никого не уволили, полномочия перераспределили, но кто-то покинул место работы по своему желанию. При этом руководитель отметила, что все обязательства по соцвыплатам, в том числе пенсионерам, выполняются. Уже с 1 января 2024 года на 7,5% были проиндексированы пенсии неработающим гражданам, страховые пенсии неработающим гражданам. Средний процент увеличения составил 1400 рублей. С 1 апреля также в беззаявительном порядке мы проиндексировали на 7,4% социальные выплаты. С 1 апреля на 900 рублей увеличатся социальные пенсии, проиндексируют и специальную социальную выплату медработникам. Максимальная выплата врачам в районных больницах, в населенных пунктах, где живут до 50 тысяч человек, может составить 50 тысяч рублей. В августе перерасчет пенсии ждет работающих пенсионеров. Ну а в планах на 2024 год приоритет будет отдан работе с участниками СВО и их семьями, причем в проактивном режиме. Иными словами, без необходимости писать заявление на выплаты. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.